Всем привет! В этом видео мы поговорим о легендарном воблере Бандит от концерна Пратка. Эти воблеры настолько популярны и известны, что о них уже и говорить, наверное, не стоит. Все вроде бы как бы уже сказано. Но этот воблер мне настолько дорог, настолько он мне близок, что о нем хочется говорить. А говорить на самом деле есть о чем. Постоянное пополнение цветов. Неповторимых цветов. Порой даже настолько неповторимых, что их даже не могут скопировать. Флюоресцентная светонакопительная серия Глоу просто поражает. Воблеры этой серии замечательно ловят в сумерках. Изменение дизайна в конце 2017 года также очень порадовало. Была изменена упаковка воблера. Но, к сожалению, с упаковки убрали всеми любимого енота. Также претерпел изменения и сам воблер. На хвостовую часть была добавлена надпись «Бандит Олрес». Жаль, не добавили название цвета. В конце 2017 года выпущено множество новых окрасок. Цвета настолько интересные, что я не смог удержаться. И приобрел себе в коллекцию еще приличное количество этих замечательных приманок. За последние годы воблер «Бандит» стал настолько знаменит, что почти у каждого репликанта появились его копии. Но помимо копий, также появились и подделки. Вот они на самом деле и портят репутацию настоящему бандиту. Давайте попробуем разобраться, в чем же опасность именно подделок. Подделка делается, как правило, на скорую руку, но очень похоже. Также подделка упаковывается и в поддельную коробку. Упаковка настолько похожа на оригинальную, что порой простой человек, ну просто не в состоянии отличить оригинал от подделки. И это, друзья мои, порой довольно-таки страшно. Меня зачастую спрашивают, а в чем разница между подделкой и копией, репликой? С одной стороны, вроде и никакой. А с другой стороны, подделку прячут под настоящим названием «Бандит». Упаковка настолько похожа на оригинал, что порой эту подделку путают с оригиналом. Но купив таких поддельных приманок, люди начинают кричать. «Бандит не ловит!» Но на самом деле оригинальный бандит, ну практически не может не ловить. Но на самом деле воблер настолько уникален, что ловит практически всегда. А давайте теперь рассмотрим реплику. Копию. Реплика – это приманка, скопированная с оригинала и запакована в совсем другую коробку. Упаковка уже идет с брендом того производителя, кто делает эти копии. Таких производителей копий уже довольно-таки много. Но каждый из этих репликантов дорожит своей репутацией, практически так же, как и оригинальщик. Второе и, наверное, самое главное – это то, что репликанты, фирмы, которые делают реплики, дают возможность выбора. Хотите? Попробуйте наш бандит. Или покупайте оригинал. Все довольно-таки честно. Но, может быть, не считая того, что стыльзли саму форму. Кстати, сама форма зачастую не бывает стопроцентной копией. Порой что-то в ней меняют. Вот как-то так, друзья мои. Итак, давайте вернемся к нашим бандитам. Компания «Бандит» была основана в 1976 году «Джимом Винтером». Уже в 80-е годы эта компания прославилась своими крэнками. «Бандит», друзья мои, это американский воблер. Но почему-то многие думают, что это чистый китаец. Итак, чуть позже компанию «Бандит» выкупает крупный концерн «Пратко». Также в этом концерне состоят и многие другие знаменитые бренды. «Ям», «Хэддон», «Бомбер», «Коттон Кордл», «Рибель», «Смит Вик» и многие другие. Так что, друзья мои, это далеко не китайщина. Это старый американский бренд. Эти приманки в России появились в начале 2000-х годов. Но только после 2005 года эти приманки начали набирать популярность среди российских рыбаков. Я с этими приманками познакомился в 2006 году и активно начал ловить на них с 2007 года. Да, друзья мои, я один из первых, кто, так сказать, разловил и, можно сказать, раскручивал эту приманку. В то время найти их в продаже было довольно-таки тяжело. Я их доставал через знакомых. В магазинах в «Обербандит» стал появляться гораздо позже, уже после того, как его раскрутили. Помню те моменты. Стоишь в магазине, хлопок к дверью, забегает человек и с лету есть у вас в обербандит. Почти ни один из продавцов не понимал, о чем идет речь. Но они просто не слышали от такой приманки. Видео тогда мы еще не снимали. Все шло обычно по сарафанному радио. Вот как это было давно. Ну да ладно. Давайте вернемся к нашим вобберам «Бандит». На сегодняшний день бренд «Бандит» производит несколько моделей. Первая – это же, конечно, легендарный «Валиди». Это 12-сантиметровый воблер с тремя тройниками с рабочим диапазоном глубин от 5 до 11 метров. Превосходно ловящий судака, щуку и сама. Вторая модель – это «Валиди» Шаоу. Это тоже 12-сантиметровая приманка, точная копия «Валиди» Дипа, только с более маленькой лопаткой. Заглубляется такая приманка от 1,5 до 3 метров. Эта приманка не менее уловистая. Просто этой приманкой мы уже ловим по другим горизонтам. Также эта приманка отлично подходит для ловли в заброс. Отлично твичится. Шикарно ловит щуку. Заглубление этой приманки позволяет нам проводить ее там, где обычно стоит щука. Третья модель – это «Бэшат». Это 9-сантиметровый воблер с заглублением от 3 до 6 метров. По течению эту приманку можно загнать до 6 метров. Против течения она пойдет по 4 метрам смело. Эта приманка ловит судака, щуку, окуня, жереха и попадается на нее сом. Можно сказать так. Эта приманка практически по любой хищной рыбе. Четвертая модель – это кренки. Точнее, серия кренков. Их порядка 6 видов с разнообразным заглублением. Для троллинга мне приглянулась серия 300, 250 и 200. По глубинам эти приманки пойдут от 2 до 4-5 метров. Эта приманка также отлично ловит и в заброс. На эту приманку можно поймать также практически любую хищную рыбу от головля, окуня и заканчивая тем же самым-самом. Хотелось бы отметить серию «Флэтмакс», от «Бандита». В этом году, надеюсь, я ее разловлю. Довольно-таки привлекательная приманка с приплюснутой формой. Ну и, наверное, изюминкой во всем этом наверное является серия «Гоу». Флюресцентно-светонакопительные приманки. Уникальные приманки, практически не имеющие аналогов. Эти приманки превосходно ловят в сумерках. До сих пор эти приманки не скопированы. НИ КЕМ. Ну что, друзья мои, вот такая небольшая история о легендарном воблере «Бандит». На этом я, наверное, свой рассказ закончу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, если было вам интересно. Рекомендуем посетить нашу группу ВК. В этой группе рыбаки делятся своими фотострофеями. Единственное требование это чтобы фотография была с описанием. На какую приманку, какой цвет приманки, что и где было поймано. Группа довольно-таки полезная, так что заходите, подписывайтесь, участвуйте, делитесь своим опытом. И еще, друзья мои, единственная просьба, не собирайте мелочевку, а порой дарите жизнь и трофейной мамке. Ну а если вы ловите троллингом, помните, нас многие недолюбливают, считают мы корень зла, истребители рыбных ресурсов. Я лично так не считаю и уверен в том, что больше наловишь заброс джигом или колеблом. Но, конечно, с трофеями будет в разы хуже. Я считаю, что куда больше вреда наносят подводные охотники. Не все, конечно, но я насмотрел все интересных видео. Например, как они подплывают в упор к саму, гладят его, а потом убивают, расстреливают в упор. Или, например, как нерестового сезона расстреливают, кладут пачками, набивают лодки. Другая история касается нерадивых джигитов, которые просто вышибают мелочевку практически в корень. Как мне один сказал, рыбалка у нас удалась. Мы наловили ведро судака. Они наловили ведро. Они что, за карасем ходили? Так что, друзья мои, покажите, что мы не быдло. Что наш вид рыбалки, который я пропагандирую, ловля троллингом в один спиннинг, со спиннингом в руке и ловля на поклевки, на потычки, это интересный и увлекательный вид рыбалки. А самое главное, покажите свою культуру рыбалки. Выпускайте чаще, а ловите больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова